Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс, и сегодня я хотел бы вам рассказать о геймпаде для вашего Xbox от бренда PDP. Как оказалось, данные геймпады уже давно существуют на рынке, но почему-то какой-то массовой популярностью они не владеют. Взгляд на эти геймпады у меня упал после того, как один из челиква со стримом просто заспамил меня просьбой сделать обзор на данные контроллеры. Сначала как-то было лень, признаюсь, но потом, когда я отдохнул на новогодних праздниках, понял, что пора делать контентище. В общем, я заказал данный контроллер за собственные деньги, поэтому с вас лайк, подписка и пишите свое мнение в комментариях. И если вдруг вам нужны игры или подписочка Xbox Game Pass Ultimate, то можете смело обращаться к ребятам из X Games. Ссылку, как всегда, оставлю в комментариях. Начну с того, что через мои лапы прошло уже довольно-таки много геймпадов, я довольно опытный чувачок по теме Мац и Тигровые сосочки, поэтому вы можете мне доверять по этой теме. Данный геймпад, как вы могли заметить, очень примечательен своим сасным дизайном, мне он реально зашел, правда. Поэтому в комментариях вам сразу предлагаю оценить его по 10-бальной шкале. И самое главное, пожалуй, это то, что данный геймпад относится к бюджетным вариантам. Я, к примеру, его сумел достать всего лишь за 3 500 на Озоне. Конечно, сейчас они там уже стоят от 4 до 6, но если постараться и успеть, то его можно за 2 500 найти, да, по скидону. В целом, он очень похож на оригинальный, но лишь визуально и лишь передом. По факту, этот геймпад, как оказалось, имеет очень много отличительных вещей. Какие-то лучше, какие-то хуже. И я об этом всем, конечно же, вам сейчас расскажу. Начнем с распаковочки. Встречает нас довольно-таки уматная коробочка с блестящими логотипчиками. Если честно, всегда приятно вскрывать такие коробочки, не в обиду Гачи геймпаду. Подойдет он, кстати, и для ПК, и для всех видов Xbox One и Xbox Series. В комплектации у нас, конечно же, геймпад и провод на 2 метра. Да, геймпад работает только по проводу Type-C. С первых впечатлений данное устройство не показалось каким-то дешевым, поскольку верхний пластик довольно-таки приятный. Чем-то, знаете, напоминает мягкий пластик. Он не такой цепкий, как и оригинальный, но тоже клевый. По форме он все-таки похож на оригинальный, но чутка повыше. И это ощущается, когда вы хотите, к примеру, нажать либо на паузу, либо на кнопку Home. Это ни в коем случае не раздражает, но к этому придется привыкнуть. Что касаемо рукояти, то тут тоже каких-то отличий по форме особо нет. Вес почти такой же, как у оригинального геймпада, может быть чуть меньше, но за счет этого не ощущается какая-то дешевизна. И из еще такого интересного визуального тут есть на задних рукоятях текстура. По идее, она должна придать цепкости, но за счет того, что она крайне маленькая, честно говоря, она почти никак не ощущается. И той самой цепкости, а именно сцепление, не придает от слова вообще. Из еще такого интересного визуального, этот геймпад имеет новую кнопку, она отвечает за микрофон. И признаться, это самое лучшее решение, которое я когда-либо видел в этом плане. И честно, до сих пор не знаю, почему Microsoft это не сделали, потому что это удобно. В общем, благодаря этой кнопке вы можете либо выключать микрофон, если два раза нажмете, либо изменять громкость чата или же соотношение игры и голоса друзей. Это капец как облегчает и ускоряет настройку, в отличие от обычного способа, где вы сначала должны нажать на кнопку Home, выбрать динамик и уже там немного подшиманить эти настройки. Нужно прибавить звук в наушниках, нажали на кнопку микро, подправили при помощи крестовины. Все, готово. Прекрасное решение и очень удобно, и самое главное, кнопка никак не мешает. Также новые кнопки появились и сзади, несложно догадаться, что они выполняют роль кнопок и лепестков, которые можно переназначить на любую кнопку. И сразу маленькое наставление, эти кнопки есть не у всех геймпадов от этой фирмы, и поэтому, чтобы ознакомиться более детально, что у геймпада есть, а что нет, вы заходите на официальный сайт PDP, находите понравившийся геймпад, отматываете вниз и чекаете, что у него есть. Да, их геймпады немного отличаются между собой, у кого-то, к примеру, кнопка микро не там находится, у кого-то крестовина другая, расцветка, и у кого-то дополнительных кнопок нет. Признаться, я хотел сначала вам сделать обзор на такой вот RGB геймпад, как по мне, он реально уматно смотрится, но в России его не оказалось, поскольку это вроде как новинка. В общем, то, что есть две дополнительные кнопки, это очень клево, ибо играть без них, к примеру, в ту же колду я уже особо не могу, ибо при помощи них у вас будут практически всегда пальцы на стиках. Кстати, эти доп-кнопки, они не отсоединяются и в то же время не мешают при одиночных играх, ибо чтобы их использовать, нужно реально приложить усилия. То есть я бы не сказал, что они какие-то сверхчувствительные. Кстати, о чувствительности. Самая главная, наверное, характерная черта этого геймпада, это в том, что он тугой. Да, вы не ослышались, он туговат. Если же на оригинальном геймпаде ты можешь практически с легкостью коснуться до кнопки и вскользь нажать на нее, то в этом геймпаде тебе придется приложить усилий. Это капец, как касается кнопок хуба и крестовины. То есть разница с оригинальным геймпадом нормальная такая. Как-то мега быстро и чувствительно нажать на эти кнопки, скорее всего, у вас не получится. И всегда, когда я на них нажимаю, я реально напрягаю палец. Да, после нескольких игр ты к этому начинаешь привыкать, и это уже не ощущается, ты не испытываешь, короче, какого-то дискомфорта. Но на первых порах после оригинального складывается такое ощущение, что ты не поиграл, а сделал какую-то зарядку для пальцев. Я не знаю, увидите ли вы разницу в нажатии, но поверьте, она тут есть, и она очень хорошая такая. Что касаемо бамперов и курков, то они тут мягкие. Я бы даже сказал, что прям чересчур мягкие курки. У бамперов отсутствует плавный переход, который давал возможность с легкостью нажать на него, приподнимая палец. Тут же нужно на него немножко другим углом нажимать, прям как кнопку. А курок, опять же, повторюсь, он более мягкий и, к сожалению, не имеет вибромоторчиков. А еще эти кнопки по тактильному ощущению чем-то напоминают гачи геймпад, просто они какие-то, знаете, сверхгладкие что ли. Но на мой взгляд, самое главное, и что очень удивительно, несмотря на цену, здесь оказались очень хорошие стики. Ну, во-первых, они имеют такую текстуру, которая не особо дает пальцу соскочить, ибо они тут имеют аж целых два бортика. И сами стики, а именно их ход, довольно-таки чувствительные. За это прям отдельный респект, ибо чаще всего у каких-то дешевых геймпадов с этим возникают проблемы. Но тут этого не ощущается вообще. Но тут, к сожалению, тоже не обошлось без характерной черты, возможно, она многим не понравится, и это громкость нажатия на стик. Вот вам маленький АСРМ на стике. Вот этот вот оригинальный. А это контроллер PDB. Ну, мне кажется, разница есть. Вы, скорее всего, думаете, что, в принципе, это все, что можно рассказать о геймпаде, но нет, вы не угадали. Что меня еще лично удивило у этого геймпада, это то, что у него есть личное программное обеспечение. Да, приложуха, при помощи которой можно либо его перенастроить, либо подшимание чувствительных стиков и курков. Честно говоря, на бюджетном геймпаде это очень круто. То есть, чтобы вы понимали, функционал у него круче, чем у обычного. Приложение, кстати, на русском, вам дают обучение, и честно, я был этому приятно удивлен, за это прям вот, ну, однозначный респект. Благодаря таким возможностям, если честно, его можно даже охарактеризовать, как самый дешевый элитный геймпад. Да. Если подводить итог, то хочу сказать, что этот геймпад произвел очень хорошее впечатление, и, честно говоря, я ожидал намного хуже ситуации. Был очень удивлен работой стиков, наличию дополнительных кнопок, специального программного обеспечения, а именно приложухи, в которые можно четко поиграться с настройками. Да и в целом, этот геймпад я бы назвал лучшей, более дешевой альтернативой оригинальному. Конечно, такого комфорта, как на оригинальном, вы не получите, предупреждаю сразу, и он вряд ли полностью его сможет вам заменить, и вам будет сразу бросаться по ощущениям его туговатость основных кнопок. Ну и еще, пожалуй, одна характеристика, которая многим не понравится, что он проводной. В остальном же, это довольно стильный, функциональный и приятный геймпад. Если вы сможете его добыть где-то за 2-4 тысячи, то в целом это очень неплохая альтернатива, особенно тогда, когда обычные оригинальные геймпады стали стоить от 6 до 8 тысяч, а иногда и больше. В общем, я очень надеюсь, что вам обзор понравился, и если вдруг это действительно так, то ставь лайк, подписка на канал, пишите свое мнение в комментариях насчет этого геймпада, и большое спасибо за просмотр. Пока-пока!